вы один из немногих если сказать что единственных социально значимых кто обратил внимание на вот это изобилие в америке супермаркета продуктовая которая для советского человека было просто сносящим крышу про вкус овощей и фруктов но я же вырос на кавказе да я же по-другому вы поймите вы за приходите домой со школы вас стоит ведро клубники ведро персиков ведро черешни белый ведро черешни черный там несколько ведер тут и вы я думаю что не все знают какой-то тонну шелковицы до разного цвета и так далее и у вас все это настоящее и завтра все новое опять ведрами потому что вчерашние никто сегодня не ест никто не приносил килограммчик приносила же да ну вдруг вы видите такой я когда увидел эту клубнику я к ней кинулся она пластмасса массу несъедобная общение съедобная черешню просто а виноград ну это смешно ну и кондитерские изделия совершенно не те которые у них нет а в японии до японии очень вкусные кондитерские изделия любите обладать и в этом тоже приходит себе отказывать сладками или нет саду сладком не отказываетесь просто когда вот 35 лет как-то исполнилось и я стал вдруг резко поправляться я отодвинул сахар и все сладкое скушение хочу и как-то я ем но не так часто как раньше что раньше я мог просто есть только сладкое добрый день друзья не другим одним из самых интересных собеседников я числю николай максимича цискорицы я основываюсь на собственном опыте то есть из самых интересных собеседников с которым не приходилось общаться почему говорил уже это повторю дело в том что у всех социально значимых есть некий набор историй штампов в клише таких вот рабочих баек на которые они всегда воспроизводят более того очень многие мои коллеги как раз предпочитают не искать что-то новое не докапнуться до какого-то эксклюзива идти вот по протоптанные дорожки знаю что эти истории хорошо воспринимаются зрителям так вот чем хорош николай цискоридзе у у него всегда есть иная трактовка даже тех историй которые он уже рассказывал даже если возвращаясь к тому или иному эпизоду из его биографии или упоминаешь что или иное имя он всегда рассказывает что либо новое либо под новым ракурсом и он из тех собеседников который говорит на любые темы в том числе и некомфортно и никак не обозначает свое отношение к этому то есть он не только профессиональный телевизиончик как человек который умеет вести шоу как вы знаете брать интервью он не только блестящий рассказчик он еще и человек который очень хорошо понимает законы жанра как можно заниматься балетом онлайн ну в принципе кроме если вы хотите просто сохранить такую минимальную форму так скажем да потому что все таки для балета очень важно пространство и очень важно ну чтобы можно было дыхание нарабатывать прыгать надо к сожалению это мало у кого можно но я даже пошутил что я наверно напишу книгу о том как сохранять форму вот таких экстремальных условиях потому что очень многие мои ученики они оказались в стесненных условиях за ну квартиры да и получается что ну вот такое пространство два на два это никуда не тут шкаф тут кровать тут стена и мне приходилось придумывать какие-то упражнения которые я обычно в классе никогда не задавал и мне бы не пришло это в голову для того чтобы сохранить им ну как бы мышечный аппарат работал настолько много чтобы когда они потом смогу вернулись бы в зал они бы сохранили там прыжок сохранили бы вот циркуляцию крови определенное количество потому что это все очень важно следующий экспонат и